Всем привет! Сегодня расскажу с чего начать в игре Last Oasis, как выживать и что нужно в самом начале игры, чтобы не погибнуть просто от какой-нибудь глупости, например от жажды. Для начала, если вы будете следовать указаниям, которые будут на экране у вас слева, то в принципе сможете докачаться до шагоходов достаточно быстро. Главное выполнять все эти указания точно и по порядку. Ну и если вы не хотите следовать порядку, то для начала можете просто скрафтить палку. Ну, кстати говоря, вам это сразу же в меню предложится. Видите, новый поход появилось, у меня задание. Собираете дерево, собираете камень и крафтите палку. Нажимаете на C, выбираете с помощью Q раздел, который нужен, крафтите палку, она появляется у вас в инвентаре, ставите ее в быстрый слот нажатием правой кнопкой мыши или перетаскивания. Теперь у нас есть палка, с помощью палки можно добыть кактус. Зачем он нужен? Кактус нужен для того, чтобы восполнять вашу воду. Если у вас не будет воды, то вы умрете. Вы просто умрете от жажды и ничего не сможете сделать, придется опять искать свой труп и фармить заново ваш инвентарь. Боевка отдаленно напоминает Mountain Blade, то есть есть система блоков и система ударов, то есть справа-слева-сверху и также блоки справа-слева-сверху. Если собирать с осколков кораблей, с обломков различных фрагментов, то они помогут вам быстрее изучить различные навыки. Они тратятся, когда вы что-то изучаете. Для того, чтобы поставить респавн, то есть точку респавна кровать, нужно нажать B и выбрать ее в инвентаре. Вы выбираете, у вас он будет беленьким изученным и дальше ищите место, где она встанет. Если ресурсов достаточно, которые нужны для крафта, то она сразу же построится. Если нет, то будет просто тень кровати, которой нужно будет поднести определенные ресурсы. В данном случае волокно и дерево. После того, как вы поставили кровать, лучше всего изучить хилки. Это повязки в игре. Открываете снаряжение через О и выбираете раздел снаряжения. Находите примитивную повязку, изучаете ее. На это тратятся как раз таки фрагменты. Вот вы видите, сейчас они исчезнут. После того, как я все изучила, что мне нужно было. Повязки крафтятся из волокна и также ставите их себе в быстрый слот, чтобы использовать в любой момент, когда это понадобится. Предупреждаю, повязки очень долго используются. Соответственно, если вы в атаке их примените, то вас могут убить, пока вы юзаете хилку. Крюкошка. Крюкошка используется очень просто. Средней кнопкой мыши вы ее выпускаете и средней кнопкой мыши вы ее убираете. Можно подняться на большой кактус и достать большой плод кактуса. Он поможет вам выжить без воды, если вдруг вы не насобирали, не смогли найти кактус, что странно в пустыне. Но неважно. Вы не смогли найти кактус, но нашли большой плод. Если нажмете правой кнопкой мыши, вы сможете попить с этого большого плода, и когда в нем вода закончится, там их 20 единиц, у вас исчезнет сам плод. Кланы. Кланы создаются на кнопку G. Выбираете создать клан. Пишите название клана. Если оно занято, то у вас выдаст ошибку. Видите, создание уже такое. Есть уже название клана. Ставите какой-то знак или что-то еще, чтобы клан создался. Выбираете цвет, выбираете сигнал клана и его создаете. Чтобы пригласить кого-либо в клан, вам нужно знать ник этого кого-либо. То есть игрока можно пригласить удаленно, даже если вы не находитесь с ним рядом. Просто вводите в поиск ник. Если такой человек есть на сервере, вы сможете его пригласить к себе. Ставите плюсик, и он добавляется в клан. Для того, чтобы он добавился, ему нужно принять приглашение. Собственно, после этого вам нужно уже определить роль игрока. Роль определяется там либо владелец, либо администратор. Ну, грубо говоря, лидер. В принципе, по званиям можно достаточно просто разобраться. Что дает каждое звание, вам указано сразу же внизу по галочкам. То есть, что может делать соклан ваш. Смотрите, что вас устраивает, выбираете и, собственно, даете роль игроку, который у вас в плане. Ну, и на этом, собственно, все, что нужно знать в самом начале игры. Играйте в Last Oasis. Игра весьма интересная. Она выходит сегодня, 26 марта. Пока что конкретно будет на выходе, непонятно, но уже очень интересно. Шагоходы — это маунты. Собственно, вы на них катаетесь, вы их строите. Их можно улучшать, они разных видов, но о шагоходах я расскажу вам уже более подробно в других гайдах. Так что подписывайтесь на мой канал, если вам было интересно, ставьте лайк. С вами была Гретель.